Привет, друзья, с вами Кик. У меня бывают атаки, поэтому мне трудно дышать и поэтому мне трудно говорить. Вот я и в прошлом видео, которое я опубликовал утром, сделал, утром не буду стараться, буду стараться утром не делать видео, чтобы речь была намного быстрее и беспроблемная. Плюс ко мне пришла моя подруга, и мы часто говорим по-русски, так что думаю, что русский язык у меня открылся немножко. О чем я бы хотел сегодня поговорить. Давайте коротко по некоторым вопросам в комментариях, которые есть, отвечу и перейдем к самой теме. Касательно Stellar. Stellar это создано исключительно в целях антимонопольных, чтобы избежать проблем с антимонопольными структурами. Вот и все. То же самое, что Coca-Cola или Pepsi. Или я приведу другой пример, который, к примеру, из своих дел, из своих, своего опыта. Когда у нас была компания, и чтобы начать эту компанию, мы должны были, уже существовали некоторые компании, которые владели рынком, и нам было бы очень сложно открыться и сразу же взять клиентов, много клиентов. Вот поэтому, что нам, у нас был вообще-то один вариант. То есть, поскольку невозможно было придумать что-то, что, какую-то функциональность, которая бы отличалась, очень сильно отличалась от других таких же проектов, наше единственное решение было тратить очень много средств на рекламу, на постоянную рекламу и очень крутую рекламу. Но, с другой стороны, у нас был вариант дамбить рынок. Ну, конечно, нельзя дамбить рынок. Неважно, чем ты занимаешься. Если хлеб стоит, к примеру, 100 рублей, ну, не 100 рублей, сколько? 3-0 рублей, да? Он должен стоить, ну, минимум 2-0 рублей, максимум 5-0 рублей, скажем. Ты не можешь дамбить рынок и выйти в рынок с продуктом, с хлебом, который стоит 3 рубля. Ну, невозможно. Сразу же антимонопольная структура тебя просто посадит. Закроет. Смотрите, поэтому дамбить рынок нельзя. Но для того, чтобы ты дамбил рынок, но без проблем, ты что делаешь? Ты создаешь, скажем, цена твоего продукта у конкурентов, у всех, скажем, к примеру, 100 рублей. Чтобы дамбить рынок и войти в рынок с 50 рублей и не иметь проблем с антимонопольной структурой, ты открываешь еще одну компанию, которая ставит цену 8-0 рублей. После чего ты открываешь компанию, свою компанию, или ты, наверное, ты уже открыл, но выходишь в рынок, скажем, с теми же 5-0 рублей. В таком случае антимонопольная структура, в принципе, не может тебе ничего сказать, потому что у тебя нет монополии на рынок. Там есть компания, ты свободно делаешь динамику, предлагаешь динамику цен, потому что у тебя уже есть другая компания, которая с тобой никак не связана, она тоже делает подход, минимализирование цены. Так вот, назначение Stellar это исключительно в целях антимонопольной структуры, чтобы Ripple не имела проблем, скажу так, чтобы Ripple не имела проблем с антимонопольными структурами. Неважно, кто за тобой стоит, все должно быть и лекально, и аккуратно, так правильнее. Насчет Ripple, какие новости? Да все супер, все реально супер. Я не знаю, что вы там смотрите, цену Ripple. Я сказал, я буду есть, почему цена должна падать и куда максимум должна падать. Я это сказал еще очень давно. В любом случае, я не думаю, что до этого, то есть мы будем так сильно падать, но это вообще мне это не интересует. Если я вижу, что происходит, какие каналы открываются, калидоры открываются, кто, где, сколько инвестирует. Цена Ripple вообще меня не интересует на данный момент. Цена Ripple будет мне интересовать. В течение, я уже в Телеграме сказал, от 12 до 24 месяца. Вот тогда, когда цена вырастет, явно вырастет. Об этом отдельно, не в этом ролике. В общем, касательно Ripple сделаю видео, очень хорошее видео. Давайте вернемся к основной теме. Что губит начального инвестора? Я просто почему хочу об этом говорить? Потому что, смотря многие комментарии, я это вижу. Начального инвестора губит исключительно клиповое мышление. Хочешь во что-то инвестировать? Насчет этого я прочитал 2-3 статьи. Посмотрели несколько видео на YouTube. И все, ты думаешь, что ты представляешь, что это такое. Куда оно идет? Себя убедил, что ты понимаешь, что ты делаешь. В такие моменты, чтобы себя остановить, потому что ты не понимаешь, что ты делаешь. И это не то, что ты вообще понял. Для того, чтобы себя остановить, просто поставь время. Сколько времени ты потратил, чтобы стать таким гением в твоем теле? 2-3 дня, и ты уже понимаешь полный проект, все нюансы, все конкуренты, весь рынок. Так, кто как может продвигать или угробить проект, ты этого не можешь понять в нескольких лет, если потратил на это несколько дней. И особенно, если посмотрел несколько видео разных мнений, разные мнения от некоторых блогеров, которые вообще на это потратили несколько часов, потому что им просто нужен был контент. Не губите свои средства. Потратьте месяц, никуда, ничто, возможностей всегда очень много. Очень много. Ты не купил вот эту акцию или вот этот коин, и все, ты потерял, оно выросло в 10 раз, ты все, потерял возможности? Нет. Каждый день очень много возможностей. Если ты понимаешь сферу, ты легко найдешь вторую возможность. Даже через несколько дней. Не обращайтесь со своими деньгами таким образом. Не изнасилуйте их. Всегда останавливайтесь и подумайте. Сейчас вы думаете липовым мышлением или нет? Будьте честны с собой. И если вы понимаете, что вы внутри себя понимаете, что с этим я, у меня очень мало информации, почему я говорю, это клиповое мышление, потому что даже фильм не построил, а ты не можешь говорить об этом проекте четко, даже два часа, ну, фильмы два часа, а клип три минуты, да? То есть максимум через пять минут, скажем так, ты все потратишь все свои знания, а это значит, что они недостаточны. Вот и все, друзья. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok